Лекарства. Кто-то может спросить, и все-таки, учитывая все это, есть ли лекарства от этого тяжкого недуга и рукья для этого губительного колдовства? Есть ли какое-нибудь ухищрение, способное избавить от этой пагубы? Иными словами, есть ли доступный путь, ведущий к успеху, и может ли опьяненной страстью протрезвить? Способен ли одержимый страстью контролировать сердце свое после того, как страсть проникла в самые глубины его? И способен ли после этого лекарь излечить его от этого недуга? Ведь если такого влюбленного порицают, то он наслаждается этим порицанием, потому что оно напоминает ему об объекте его любви, и если кто-то отчитывает его, то это лишь вводит его в еще большее обольщение, и он еще упорнее стремится к объекту своей страсти. Вероятно, именно таков смысл вопроса, положенного в основу данной фетвы, и это и есть недуг, от которого ищет лекарство, задавший вопрос. Ответ содержится в хадисе. Поистине не спосылая болезнь, Аллах непременно не спосылал и лекарства от нее. «Знает его тот, кто знает, и не знает его тот, кто не знает», — передал Ахмад. Говоря о лечении упомянутого недуга, следует рассматривать два аспекта. Первый — предотвращение его появления. Второй — борьба с ним уже после его появления. В обоих случаях это легко для того, кому Аллах облегчил это, и невозможно для тех, кого он оставил без помощи, ибо поистине все в его руках. Если говорить о предотвращении этого недуга, то есть два способа. Первый способ — потупление взора, о чем уже упоминалось ранее, ибо поистине взор — отравленная стрела шайтана, и кто много смотрит на запретное, тот непременно будет горько сожалеть впоследствии. Потупление взора приносит много пользы и представляет собой часть действенного лекарства от недуга страсти. Во-первых, это исполнение веления Всевышнего Аллаха, а исполнение его велений — залог счастья раба Аллаха в этом мире и в мире вечном. Нет для раба Аллаха ничего более полезного для его земной и вечной жизни, чем исполнение велений Всевышнего Господа. Обретающий счастье в этом мире и в мире вечном, обретает его не иначе, как через исполнение велений Всевышнего, и несчастный в этом мире и в мире вечном становится таковым не иначе, как через оставление велений Всевышнего. Во-вторых, потупление взора не дает отравленной стрели взора, которая может погубить сердце, оказать влияние на него. В-третьих, потупление взора дает сердцу ощущение близости к Аллаху и сосредоточенности на нем, тогда как предоставление взору свободы, напротив, приводит его к растерянности и несосредоточенности и отдаляет его от Всевышнего Аллаха. Нет ничего более вредоносного для человека, чем предоставление свободы взору, ибо оно отдаляет раба Аллаха от Господа его. В-четвертых, потупление взора укрепляет сердце и доставляет ему радость, тогда как предоставление взору свободы ослабляет сердце и печалит его. В-пятых, потупление взора приносит сердцу свет и сияние, тогда как предоставление ему свободы, напротив, приносит сердцу мрак. Именно поэтому Всевышний Аллах в суре «Свет» в тридцатом аяте, после слов «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы от запретного», сказал, «Аллах — свет небес и земли, его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник, светильник заключен в стекло». Сура «Свет» аят тридцать пятый. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. Аллах — свет небес и земли, он распоряжается всем в них и наставляет их обитателей на истинный путь. Он — Всевышний, свет и покров его, свет, озаряющий небеса, землю и все, что в них. Книга Аллаха и его руководство — свет от него, Всевышнего, и если бы не его свет, то воцарилась бы непроглядная тьма. Свет, посредством которого он наставляет на прямой путь, то есть вера и Коран. В сердце верующего подобен ниша в стене, в которой стоит лампа, и эта ниша собирает в себе ее свет, и он не рассеивается. И эта лампа в стекле, которая так чиста, что подобно яркой звезде, сияющей словно жемчуг. Тафсир Муэссер. Это разъяснение относительно света его в сердце его верующего раба, который исполняет его веления и соблюдает его запреты. Когда сердце озаряется светом, благо стекаются к нему со всех сторон, а когда оно наполняется мраком, со всех сторон надвигаются тучи испытаний и зла. Нововведение, заблуждение, следование страстям, отдаление от верного руководства и пути обретения счастья, и занятие тем, что делает человека несчастным. Увидеть все это человеку помогает свет, который в сердце, и не имея которого, человек словно слепой, бессмысленно блуждает во тьме. В-шестых, потупление взора приносит особую проницательность, с помощью которого человек отличает истинное от ложного и лжеца от правдивого. Шуджа Аль-Кирмани говорил, те, кто преображает себя внешне посредством следования сунни и внутренне посредством постоянных мыслей о том, что Аллах видит его везде и всегда, потупляет взор, дабы не смотреть на запретное, удерживает душу свое от следования страстям и питается дозволенным, не ошибается в своей проницательности. Сам Шуджа обладал безошибочной проницательностью. Всевышний Аллах воздает рабу своему за его деяние таким образом, что воздаяние соответствует деянию, и тому, кто отказывается от чего-то ради Аллаха, он дарует взамен нечто лучшее. И если он потупляет взор, дабы не смотреть на запретное, Аллах дарует ему взамен удивительную проницательность, обеспечивая свободу его внутреннему взору в качестве возмещения за то, что он ограничивает взор свой ради Аллаха, а Всевышний взамен предоставляет свободу его внутреннему взору. И он открывает перед ним врата веры, знания и истинной безошибочной проницательности, которая обретается благодаря проницательности сердца. Это описание противоположно описанию, которое дал Аллах соплеменникам люто, мир ему, сказав, что они лишены проницательности и способности воспользоваться своим разумом. Всевышний Аллах сказал «Клянусь твоей жизнью, они слепо блуждали опьяненные» Сура Хиджр, аят 72. Всевышний упомянул опьянение, которое предполагает расстройство разума, и блуждание, которое предполагает расстройство проницательности. Привязанность к творениям приводит к расстройству разума и проницательности, и опьянению сердца. Как сказал поэт, страсть опьяняет, вино опьяняет тоже, а как протрезвеет тот, кто в двойном опьянении. А другой сказал, они сказали, мол, любовь тебя свела с ума. Но я сказал, любовь страшней того, что с сумасшедшими. Влюбленный не очнется никогда, а приступы безумия проходят. В седьмых, потупление взора приносит сердцу стойкость, смелость и силу. И Аллах дает ему власть божественной помощи и довода, и власть способности и силы. Как сказано в предании, шайтан боится и тени того, кто противоречит страстям своим. У следующего же своим страстям мы обнаруживаем противоположные свойства. Униженность, ничтожность души. Этими свойствами Аллах наделил того, кто ослушивается его. Как сказал Аль-Хасан Аль-Басри, да помилует его Аллах. Поистине, как бы не вышагивали перед ними мулы и скакуны, унижение и ослушание остается в их сердцах, потому что Аллах непременно подвергает унижению тех, кто ослушивается его. Аллах сделал так, что покорность ему сопровождается величием, а ослушание его сопровождается унижением. Всевышний Аллах сказал, величие присуще Аллаху, его посланнику и верующим. Сура лицемеры, аят восьмой. И Всевышний сказал, не слабейте и не печальтесь, в то время как вы, благодаря своей вере, будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Сура семейства Имрана, аят сто тридцать девятый. Вера — это слова и деяния. Это нечто и внешнее, и внутреннее. Всевышний Аллах сказал, если кто жаждет величия, то ведь величие целиком принадлежит Аллаху, к нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит его. Сура Творец, аят десятый. То есть, кто желает величия, пусть стремится обрести его посредством покорности Аллаху и поминания его, то есть посредством благих слов и деяний. В мольбе кунут есть слова, «Поистине не будет унижен тот, кому ты покровительствуешь, и не будет величия у того, с кем ты враждуешь» — передали Абу Дауд и Баммаджа от Тирмизи Ахмад. «Покорность Аллаху — это демонстрация верности ему, и человек обретает величие в соответствии со степенью своей покорности Аллаху. А тот, кто ослушивается Аллаха, как будто враждует с ним посредством того, в чем ослушивается его, и он будет унижен, соответственно, своему ослушанию. В-восьмых, потупление взора закрывает для шайтана пути, ведущие в сердце, поскольку он входит вместе со взглядом, проникая вместе с ним в сердце быстрее, чем воздух занимает пустое место, и представляет ему образ того, на кого он смотрит. При этом он приукрашивает этот образ, дабы он стал для сердца идолом, на которого будет направлено все его внимание. Затем шайтан начинает сулить ему и возбуждать в нем мечты и желания, разжигая в сердце пламя страсти, и подбрасывает в это пламя дрова грехов, которых он не смог бы от него добиться без этого образа. И вот уже сердце окружено пламенем, и от этого пламени и рождаются жаркие вздохи, в которых ощущается дыхание пламени, и этот жар, ощущаемый охваченным страстью. Пламя обступает сердце со всех сторон, и оно остается в центре, словно овца в середине печи. Поэтому наказание плененных запретной страстью заключается в том, что их души будут помещены в промежуточном мире, барзах, в печь, в которой они пробудут до того дня, когда будут воскрешены их тела, как показал Всевышний Аллах своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, во сне. Об этом упоминается в хадисе, достоверность которого не вызывает сомнения. Привел муслим. В девятых, потупление взора освобождает сердце, чтобы оно могло думать о том, что приносит ему пользу, и заниматься этим. А предоставление взору свободы заставляет сердце забыть о полезном для него и мешает ему в обретении этого, и оно впадает в небрежность и начинает следовать страстям своим, придавая забвению поминания Господа своего. Всевышний Аллах сказал, «И не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи деяния окажутся тщетными». Сура Пещера, аят 28. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. «И не подчиняйся тем, чьи сердца мы сделали беспечными и небрежными к нашему поминанию, тем, кто предпочитает свои страсти, покорности своему Господу и чьи деяния напрасны и тщетны» Тавсир Муясар. Предоставление взору свободы влечет за собой эти три следствия. В десятых, глаз и сердце соединены проходом, что предполагает взаимосвязь и зависимость их друг от друга. Праведность одного из них зависит от праведности другого, и испорченность одного зависит от испорченности другого. Если сердце испорчено, то таким же будет и взор, и если испорчен взор, то таким же будет и сердце. То же самое можно сказать и о праведности. Если взор портится, то то же самое происходит и с сердцем, и оно уподобляется помойке, которая является местом для нечистот, скверны и грязи. В таком сердце не может жить знание об Аллахе, любовь к нему, обращение к нему. Ощущение близости к нему и радость от этой близости. В нем живет лишь противоположное перечисленному. Это указание лишь на некоторые полезные следствия потупления взора. Второй способ. Занятие сердца тем, что отвлекало бы его от запретной страсти и удерживало от попадания в ее сети. Это либо страх, внушающий беспокойство, либо любовь, причиняющая беспокойство. Если в сердце нет боязни лишиться того, лишение чего причиняет больше вреда, чем обретение желаемого, или боязни обрести то, обретение чего приносит больше вреда, чем лишение этого желаемого. И если в сердце нет любви к тому, что полезнее и лучше этого желаемого, и лишение чего приносит больше вреда, чем упущение этого желаемого, если этот страх и эта любовь отсутствуют, то человеку не избежать попадания в сети запретной страсти. Разъяснить это можно следующим образом. Душа отказывается от того, что любит, только ради того, что она любит еще больше, или из страха перед тем, что причиняет больше вреда, нежели лишение этого желаемого. Таким образом, человеку требуются две вещи, при отсутствии которых, или хотя бы одной из них, он не сможет получить пользу от самого себя. Первое. Здравая проницательность и способность правильно оценивать степени значимости желаемого и ненавистного, и предпочитать более возвышенное и значимое желание менее значимому, и выбирать из двух зол меньшее. Это особенность разума, и не считается разумным человек, который ведет себя противоположным образом. Порой положение животного оказывается лучше, чем положение такого человека. Вторая. Сила решимости и терпения, предоставляющая человеку возможность совершать действия, либо отказываться от их совершения. Очень часто человек понимает разницу между скверным и благим, между высшим и низшим, однако слабость его души, пыла и решимости, не позволяют ему предпочесть самое полезное причина в ненасытности, алчности, низости души и ничтожности стремлений. Подобный человек не получает пользу от самого себя и не приносит пользы другим. Всевышний Аллах запретил быть предводителями в религии всем, кроме обладателей терпения и твердой убежденности. Всевышний Аллах сказал, а словами его руководствуются следующие прямым путем. Мы воздвигли среди них, подающих благой пример предводителей, которые вели остальных прямым путем в соответствии с нашим велением, поскольку они были терпеливы в исполнении велений Аллаха, соблюдении его запретов и призыве к нему, и твердо верили в наши знамения. Сура земной поклон, аят двадцать четвертый. Такой человек получает пользу от своего знания и приносит пользу людям. А обладающий противоположными свойствами не получает пользы от своего знания и не приносит пользы людям. Первый идет, пользуясь светом знания, а другие идут, пользуясь его светом. А у второго свет погашен, и он идет во тьме и следующие за ним идут в том же мраке. А третий идет, пользуясь своим светом в одиночестве.